камера виде видеонаблюдения с алиэкспресс тот вариант который вы ждали я также ждал ее по такой камере с 4g модулем с возможностью подключения сим-карты делал я видео обзор то камера чисто работает от сим-карт мобильных операторов то есть в том месте где нет интернета ты ее устанавливаешь подключаешь и через мобильный интернет она вещает в эфир и ты можешь заходить из любой точки на нее из любой точки мира это такой же вариант только вайфай ту камеру я продаю в украине по цене алиэкспресс кому нужен вариант 3 в 1 с поддержкой sim-карт мобильного оператора и видео обзор на нее я также сделал и оставлю тебе ссылку заходи в телеграм и я тебе ее отдам по цене алиэкспресс магазин boavision многие знают этот магазин но это не говорит о том что это камеру производит вот этот магазин магазинных закупает потом инструкции сами печатают на просторах алиэкспресс таких камер много по разным магазинам соответственно разные цены на сегодняшний момент я просто промониторил и выбрал тот вариант с адекватным рейтингом и с адекватной ценой инструкция чисто на английском простенькая такая и приложение с этой камерой для работы на смартфоне для отслеживания это камхай про камхай камхай про в комплекте блок питания идет 12 вольтовый идет также крепление фиксатор винт для кронштейна два винта в запасе вдруг если потеряешь может там крепится она кстати может и этот вариант и на двух винтах кронштейн привыкли видеть мы вот такой вот съемный поворотный меняющийся которые есть возможности потолочного крепления и стенового и сама камера легкая в общем-то коробка очень легкая даже удивился думал что может камеры нету нет она есть вот она и что еще здесь бронежилет идет кому важно как придет камера и смотрите вот такая отвертка только чего стоит крестообразная отвертка также в комплекте есть чтобы прикрутить кронштейн скорее всего там и все наверное да наверное и все потому что камеру что мы карту памяти установить установить здесь просто резиновая заглушка устанавливаем карту памяти можешь заказать сразу с картой памяти соответственно цена будет больше камера точно какая такая же как и прошлый вариант просто здесь вот наклейка boa vision присутствует которую можно исключить и эта камера с тремя объективами верхняя камера имеет объектив 2 и 8 миллиметра это заявлено широкоугольный объектив и нижняя камера имеет 6 миллиметровый объектив и 12 миллиметровый то есть будет зумирование у тебя цифровое гибридная будет возможность приближать с приложения этой камерой повернул куда тебе надо и приблизил объект и также это будет работать этот зум в паре с функцией слежением за человеком то есть следить за человеком нижняя камера и использует зум приближает кстати можешь включить слежение зумом можно слежение без зума включить верхняя камера также работает по человеку будет присылать тебе тревогу по человеку верхняя камера также в камерах с айси си вы не путайте эти камеры потому что люди уже начинают путаться видят что камера похоже и говорит у меня точно такая камера как у вас на видео но она не присылает уведомления мне с верхней камеры у вас камера с приложением айси си соответственно там нет такого пока функционала возможно в новых камерах и будет но вайси си и к самой камерах нету в камерах с приложением камхай есть верхняя камера также по тревоге присылает вам уведомление увидела человека присылает и дает команду нижний на поворот на слежение все вот эти вот моменты здесь все по так же как и в прошлой камере и смотрите вот один как по мне наверное негативный момент а это вы пишите кому как камера чисто вайфай то есть возможности подключения по кабелю нету просто разъем питания и кнопка сброса к заводским установкам под заглушка есть возможность герметично заглушить rj 45 нету возможности подключить вот что вы зачем почему почему вы не сделали три объектива по кабелю было ну как бы надежней чего что что случилось чего вы испугались где вы делали деле интернет кабель интернет разъем вообще не понятно по стандарту кронштейн крепим или стеновой режим или же потолочный вот так и фиксируешь винты в комплекте здесь и она один запасной с одной стороны фиксируешь и потолочный у тебя вариант перед первым подключением устанавливаешь карту памяти карта памяти это чисто носитель там ничего нету ни драйверов ничего чисто хранилище хранилище для информации из камеры видео аудио контактами к плате установил вверх до до защелкивания до фиксации все готово камера может работать без карты память но соответственно не будет у тебя нигде хранится это все на компьютере есть приложение хай пи ту пи клиент на котором на компьютере ты можешь выделить папку это приложение для отслеживания камеры как удаленно так и в домашней сети если компьютер подключен у тебя к тому же роутеру которому ты подключил камеру и будет сохраняться видео на папку например кстати камера может и работать вот таком вот положении стоя на столе зафиксировать чтоб она не падала картинку перевернул и она также будет следить ну надо наверно навряд ли кто будет использовать так камеру блок питания 12 вольт 2 ампера в таком вот корпусе идет подключаю я его в разъем соответствующий и включаю в сеть 220 камера загружается видно видите тестируются инфракрасные есть также и белые светодиоды ночной подсветки будут может она светить будет хорошо кстати прошлая камера но с 4g модулем точно такая свет от нее просто был бомбезный поле по людям человек идет она видит и включает следит поворачивается то есть прожектор светит за человеком загружается камера все как обычно в общем-то пока грузится камера устанавливаешь приложение камхай камхай про камхай про лучше камха это старевшая версия камхай про вот она заходишь обычная регистрация как привык во всех приложениях которые на смартфон там почта приходит код на почту все вот список устройств и он пустой потому что камер нету камера загрузилась вроде бы никаких нету голосовых сопровождений ничего да кстати по моменту этому вот по мегапикселям по разрешению заявлена камера 6 мегапиксельная правильно вы задаете вопрос но это вопрос не ко мне почему они со всех камер разрешения складывают и выдают что это вот 6 мегапиксельный вариант к 2 мегапиксельная матрица в этой камере и тут по 2 2 на 3 умнее у них получается 6 мегапикселей это вопрос к ним это вопрос не ко мне но картинка с этих камер довольно таки неплохая жму плюс и дальше по инструкции 4g камера это та версия которая была до этого ip камера новое устройство здесь советуют сбросить к заводским установкам кнопкой сброса включен следующий подключен сетевой кабель нет доступа к сетевому кабелю и здесь мы выбираем звуковое сетевое оборудование или же перейти к добавлению нижний вариант qr-код есть на наклейке камеры подключение по вайфай идет напрямую такой способ подключения подключиться напрямую со смартфона подключаются камере и потом она адаптируется к приложению не находит смартфон камеру в домашней сети вайфай то есть не в домашней сети а среди устройств вайфай которые раздают я нажал кнопку сброса удержал долл музыкального сопровождения звука камера перезагружается и появляется в списке устройств в поиске вайфай подключаюсь я и камере напрямую и перехожу обратно в приложение подключиться пароль задаешь того роутера которому хочешь подключить камеру в автомате у меня подтягивается настройка беспроводной сети добавление устройства жму подтверждаю на камеру ты сможешь заходить без роутера напрямую по вайфай со смартфона на расстоянии вот такое прозвучало из динамика что-то страшное камера подтвердила что она подключена выбираешь что хочешь ну название какое или можешь прописать сам можно поменять название камера в сети для обеспечения замените пароль понятно пароль заменен и вход на камеру две картинки и на карту памяти пишутся две картинки перевернуты потому что камера кверх ногами стоит все в общем то то же самое один какой плюс вот сразу замечаю в 4g варианте там напрямую зависело от качества мобильного оператора доступ на камеру здесь видите задержки нету потому что в домашней сети камера к роутеру к моему подключена смартфон тоже к роутеру по вайфай подключен поэтому здесь вообще никаких задержек нету буквально минимальные которые это нормально для айпи камер откликается вот поворотное устройство работает все отлично функционал тот же самый sd hd качество в sd стояла вожди перевел ну сразу картинка стала получше хоть и заявлено 2 мегапикселя но вот просмотр с приложения я смотрю что качество очень таких хорошие перри 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 а вот так переключаем картинки местами меня можно закрыть вообще картинку можно открыть можно поменять местами камера на улице приходят уведомления все дела как положено немного народу поэтому наверное будет не очень много сработок погода вот такая но это хорошо картинка хорошая с камеры хоть и 2 2 мегапиксельные матрицы но многие понимают что 2 мегапикселя может быть качественная и лучше чем некачественные 8 мегапикселей так вон там человек идет и прислала она уведомление да и пытается но там не вариант приблизила и сразу его упустила это именно нижняя камера а верхняя верхняя смотрит прямо кстати есть вариант поворота на кронштейне я вам не показал то что потолочное крепление стеновой это понятно но есть вариант эту камеру отвернуть вообще в ту сторону это смотрит влево это смотрит вправо в перекрытие ставишь то есть это вручную ты поворачиваешь верхнюю перенаправляешь а нижней управляешь ну как 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 положено вот управлением удаленно из любой точки мира зашел через интернет и крутишь камерой приближаешь если нужно зум очень таки хороший хороший вот с переключениями с объектива на объектив и в итоге ты получаешь хорошую картинку с 12 миллиметрового объектива дальнобойного вот шестерка а шестерка имеет вот такой угол не знаю но вроде да вроде бы как шестерка но по факту по факту приближения далеко можно приблизить оставить вот так например там машина у тебя стоит качественную картинку оставить и будет она писаться у тебя на карту памяти то есть ты будешь заходить смотреть что именно тут происходило далеко от камеры или же общий план потому что уже была срабатка сработка это увидела людей позвала эту это повернулась оттуда и начала следить за ними это я вам покажу дальше все эти моменты по тому что тебе нужно сделать сразу с этой камерой вот когда ты установил ее зайти в настройки настройки зайти беспроводная сеть понятно там можно переключаться с роутера на роутер по вайфаю изменения пароля ясно управление сигнализацией уведомлениями хочешь получать уведомления на смартфон по человеку галочку поставь потому что снята изначально сигнал тревоги обнаружения если хочешь чтоб камера по звуку реагировала резкий звук ну на улице это не вариант потому что машины ездят она будет срабатывать именно звуковая сигнализация если где-то на складе стоит в складе тишина и тут ломает кто-то ворота или разбилось стекло она может среагировать на звук и также тебе прислать уведомление а и будильник именно интеллектуальная тревога включена рамка объекта показывает людей выделяет на которых реагирует чувствительность поставить понятно что выключена запись сигнала на карту sd нужно поставить галочку включи и еще вариант по записи запись плана sd карты включить запись и что писать основной ли дополнительный поток стоит по умолчанию дополнительный это будет две картинки в одной писаться если переключишь на основной то будет каждая с каждой камеры отдельная картинка писаться с каким-то наверное лучшим качеством но отдельно она как бы то картинка отдельно то две в одной как бы лучше ну вот вариант такой чтоб ты учитывал и ручная настройка по расписанию можешь поставить запись так дальше основное настройка времени устройства по умолчанию сбита а ты берешь делаешь как бы синхронизацию с телефона но она не сохраняется через время опять она сбивается к своим заводским частовой пояс установить кликаешь выбираешь часовой пояс который нужно жмешь выполнить и установка часового пояса и тогда конкретно устанавливается часовой пояс и камера сбиваться не будет камера перезагрузится и нормальное время будет дату нормальную показывать потому что от этого зависит же запись на карту памяти то есть будет ночью там если сбит часовой пояс ты понимаешь что будет несоответствие в общем то все информация об устройстве там возможно обновление но на нее нету обновлений начальная перезагрузить или же сбросить к заводу можно кнопкой можно если есть доступ сделать так настройка sd-карты форматировать можешь или посмотреть емкость ну вроде пишет нормально все по по камере тревоги видишь есть можно просматривать что-то пишет ложные срабатывания возможно будут сейчас по вай фай она работает но другого варианта нету сигнал там не очень поэтому в sd-качестве переключил и картинка становится более реалистичная плавная по значкам понятно звук включить звук с камеры есть там если настройки звука на 65 процентов стоит громкости микрофона и динамика ну отлично я считаю что ну как бы больше не нужно включить запись на смартфон в папку сделать фото перевернуть понятно можем и так переворачивать передать в камеру посыл в динамик будет звучать также можешь и здесь вот очень мелко но есть предустановки пресеты регулировка громкости вот она тут также есть настройка изображения также есть ночью днем можно строить яркость контрастность все остальное режим ночного видения ночью обычное цветное или же по человеку переходить светить можно не светить как вот именно настройки многие спрашивают как выключить светодиоды белые ну вот в ночных режимах заходишь выключаешь ставишь обычное ночное и она не будет включать будет черно-белом незаметные и к светодиоды только будут работать и вот интеллектуальное слежение и как раз тот вариант где я вам показывал ты она выключена изначально ты его включаешь включил выставил место куда нужно чтоб камера возвращалась вот это вот выставил и с каким зумом чтоб возвращалась до до с минимальным потом включаешь отслеживание и здесь вариант есть выключить зум при слежении следить будет но не будет приближать что лучше уже смотри по своей ситуации камера зумом может терять людей иногда они не успевает поворотное устройство если человек близко она его приблизила он еще ближе идет она теряется попробую есть возможность включить зум есть выключить и все сохранил ничего больше не нужно делать ружье это именно поворот камеры поворот камеры по нижней по верхней вон прицел такой видишь ружье если выключил прицел сбивается верхняя камера не управляет нижней ружье если есть то человек идет стреляй видите и можно самому поворачивать а сейчас наверное в режиме слежения стоит то такой возможности нету слежение отключен отключена ты можешь с помощью верхней камеры управлять нижней точку поставил это повернулась туда все в общем то все просто легко без всяких вопросов верхняя камера также цифрой зумируется вот так вот ну нормально и также сохраняется то есть призумировал если нужно так оставил дождь идет видите капли разводы небольшие есть днем камере в основном вопросов не было по дневной картинке по слежению ложное срабатывание есть особенно вот в дождь таких тяжелые условия то бывают дерево воспринимает за человека но это не только в таких вот бюджетных камерах это даже в дорогих камерах ложное срабатывание именно по аналитике по человеку бывают на это внимание обращать стоит вот смотрите опять же сразу зашел и нижняя камера черным черное дерево ствол она определяет его как человека да если так даже в глазом посмотреть то можно подумать что-то человек ну вот вот такие моменты есть поэтому будет вам и приходить уведомление но здесь нужно будет уже пробовать чувствительностью есть возможность чувствительность поменять перенастроить и пробовать ну в крайнем случае отключать в эту функцию но вот то что есть то вам и показываю ночная картинка беспроблемная нижний объектив верхней то есть никаких размытий смыливание картинка четкая нормальная также при приближении но сейчас видите погодные условия какие дождь идет но картинка нормальная то есть без в без вопросов ночная пор перейдем давайте в цветное изображение в цветное видение включаешь и она переходит в цвет и задействует мощное смотрите даже здесь вот верхней камере это они мощные такие желтые и именно для таких погодных условий именно вот желтое свечение теплый свет исходит ну довольно таки классно в туман будет хорошо работать и вот в дождь как видите черное все мокрая земля вокруг желтое свечение теплое предметы выделяет для камеры то есть видно все отлично можно в интеллектуальное поставить ночное она будет переходить именно по определению силуэта человека ну и следить за ним там все эти моменты но уже по таким тяжелым условиям уже нужно будет смотреть стоит слежения там оставлять включать или нет уже на ваше усмотрение ну и основной плюс этой камеры это то что вы хотели чтобы верхняя камера также работала по человеку присылала уведомление когда она видит человека ну и нижняя ты развернул их в разные стороны это следит за одной территорией это за другой и также увидело человека присылает уведомления и это нижняя также видит человека также присылает уведомления то есть полноценная аналитика на две камеры камера в продаже в украине по цене алиэкспресс кому нужно показал вам как работает в виде видите все своими глазами то что нужно было то что моменты те которые основные главные также рассказал вам минусы также рассказал подписывайтесь на канал в дороге еще много интересных камер и на telegram подпишитесь смотрите на огромном расстоянии вот чувствительность еще один плюс этой камеры очень хорошая чувствительность на большое расстояние работает люди идут вон там даже глазу мне не было заметно но нижняя камера их распознала хорошая чувствительность также и верхней и нижней камеры на большое расстояние она распознает людей telegram подписывайтесь там также информация и tick tock анонсы еще нет в ютубе видео обзора а в tick tock и уже краткий анонс есть все полезные ссылки в комментариях и в под в описании под видео в комментариях оставляю закрепленный комментарий в самом верху ищите там все полезные ссылки всем удачи до следующих видео дерево человек